Казахстанская Медиа Академия представляет Медиа Репортаж Всем привет! С вами Альфия Баталова и Медиа Репортаж для Казахстанской Медиа Академии. Если вы впервые слышите Аксесс Барс и не знаете, что это такое, то я советую вам досмотреть этот репортаж до конца. Здравствуйте, Марина! Добрый день! Скажите, пожалуйста, многие люди слышат это слово Аксесс Барс. А для новичка, как вы объяснили бы, что это вообще такое? Это легкие, простые техники, которые помогают нам убрать все наши ограничения, начать менять свою жизнь, улучшать любую сферу жизни. Все, что мы бы хотели реализовать, оно начинает создаваться само и начинает создаваться с легкостью. То есть для этого просто есть практические инструменты, легкие техники, которые этому способствуют. Да-да-да, вот с помощью чего? То есть это и есть Аксесс Барс. Аксесс Барс включает в себя мануальную практику, прикосновение к точкам, определенным на голове, это каналы восприятия и практически энергетические вербальные инструменты. А по-русски? По-русски, ну, то есть словесные инструменты, да, благодаря которым можно в моменте менять ситуацию, улучшать любую ситуацию, убирать боли, понимать, что телу требуется, да, и, соответственно, вот эти вот все вещи очень сильно облегчают нашу жизнь. Когда мы просто понимаем себя, что нам требуется, да, что мы хотим в жизни. И эти техники и простые инструменты, они именно способствуют тому, чтобы мы все это создавали и получали. То есть, как бы, знаете, мы разворачиваемся к себе, и вся наша реальность начинает меняться. То есть все способствует и идет нам навстречу для того, чтобы мы получили то, что мы хотим на самом деле. С помощью этой методики осуществляются цели или мечты? Наши запросы внутренние, да, то есть я не говорю это цель, потому что мы не добиваемся цели. По сути, мы просто выбираем что-то, и это начинает создаваться. То есть это намного легче, чем добиваться цели, да, вот, поэтому мы меняем мышление, расширяем свое мышление для того, чтобы просто получать все на самом деле в легкости. Не зарабатывать, не заслуживать, не подстраиваться, а просто быть собой и получать все. Все, просто так. А как быть с тем людям, которые, ну, не знают, чего хотят? На самом деле мы все не знаем, чего хотим, потому что мы живем на самом деле не из себя, не из своего пространства, а мы реализуем какие-то чужие вещи, чужие программы, да, потому что мы очень-очень хорошо все считываем. Вот, поэтому как раз-таки эти инструменты и помогают осознать, а что я хочу на самом деле, а какая жизнь моя может быть, да, и поэтому, то есть это все для того, чтобы облегчить нашу жизнь, улучшить ее, да, и создать то, что мы на самом деле, вот, настоящим хотим. Вы впервые пришли или нет? Трижды я получила сессии, вот, ну, определенной какой-то вот явной вот такой вот динамики я не увидела. Поэтому я пришла вот сюда, чтобы, может, для себя кое-что уточнить еще. А вы изначально пришли с определенным запросом или вы сами еще не знали, что хотите? Нет, я с определенными запросами пришла, я и на сессии присутствовала с определенными запросами, но я не получила результата, может быть, это все равно от фоллицетатора зависит или от кого, не знаю. Хотела бы еще раз послушать повнимательнее. Ну, раз вы пришли, значит, вы надеетесь на лучшее? Конечно. Вы впервые пришли на методику Аксесс-Бар? Нет. Какой? Я сама тоже преподаю, обучаю Аксесс-Бару. У Марины уже второй раз. Расскажите о ваших достижениях. Ну, мне очень нравится проводить Аксесс-Бары, потому что это снятие ограничений, и стала радоваться каждому днем. Солнце, очень хорошо, дождь, прекрасно. Снег еще лучше. То есть все какие-то ограничения, которые раньше были, настроение менялось, могла обижаться на кого-то, обиды, стресс. На дорогах раньше тоже нервничала, за рулем ездила. Сейчас отпускаю сразу. Говорю, отпускаю, и все хорошо. У вас пошли внутренние проработки? То есть жить в великолепии, легкости, это намного круто и легче, чем у тебя какие-то проблемы накручивать, создавать их. Сейчас раз создаем и уничтожаем. А есть какие-нибудь материальные достижения? Блага? Конечно. Конечно, когда проводишь аксесс-бары, это очень хороший дополнительный доход, во-первых. Во-вторых, ты помогаешь людям. Ну, плюс еще нейрография, это вообще бомба с аксесс-баром. Поэтому все выходные провожу, в принципе, подругам, родственникам, провожу аксесс-бары. Да, мне нравится. Мне нравится, что вокруг все меняются и улыбаются. С каким запросом вы сюда пришли? Познакомиться с аксесс-баром. А что вы уже знаете об этом? Ну, у меня есть знакомая, которая работает в этом, так скажем, направлении, да. И в какой-то момент она мне помогла решить одну такую психологическую проблему, которая очень долго меня преследовала. Ну, наверное, лет 20-25. И, ну, я заинтересовалась. И случайно как бы пришло, так скажем, в инстаграме сообщение. И я отреагировала и пришла сегодня. Эта тема меня заинтересовала. Ну, притянула Марину. Да, да, да. Потому что сейчас в онлайн очень много вот этой программы, именно по барсу. И онлайн как-то не так. А в живую хочется пощупать и задать вопрос, и некоторые вопросы узнать лично. С помощью этой методики продвижение дальше возможно? Да. То, что воздействует именно энергия человека, она у нас у всех есть. И вот путем воздействия через точки головы ощущается это. У вас есть определенные надежды и цель достигнуть того, о чем мечтаете? Ну, конечно. Как без цели есть? Есть? Интересно погонять. Ну, посмотрите, атмосфера сама нравится. Ну, желаю на питание. Расширить кругозор, да. Да? Я желаю все впитать, всю информацию, которая здесь услышана будет вами. Хорошо. Что бы вы хотели проработать с помощью этой методики? Было бы неплохо, скажем так. Ну, разумеется, всегда есть, что прорабатывать. И если это к чему-то приведет, то, разумеется, можно и попробовать. А что, если не секрет? Да, разные сферы. От здоровья до богатства, все что угодно может быть. Мария Голубчик, да вам. Всем привет. Ой, как я рада вас видеть. Благодарю за то, что вы выбрали, да, сегодня быть здесь и познакомиться с этим шикарным инструментом. Да, все, что здесь написано, хорошее отношение. Кто хочет, на самом деле, создать отношения или улучшить отношения? Финансы, увеличить финансы свои, да, дополнительный какой-то доход иметь, да, создать свой бизнес. Как, что, что выбрать, да, с чего начать. Вот это вот все начинает способствовать. Здоровый сон. У кого проблемы со сном? У кого все время беспокойство в голове, мысли не останавливаются нон-стоп. Какие-то, может быть, действительно стрессовые вещи, как депрессия, панические атаки. Потому что, я не знаю, вдруг у меня это состояние начнется там, что я буду делать. И он хотел, вы выходите тогда несколько дней до того, как вы уедете. Ну, бизнесмены, у него крупные такие проекты, то есть они начали двигаться легко, да. Они говорят, мне так хорошо, и даже проверяем, вот, вернется мне это состояние или нет. Да, и он говорит, ну, оно не возвращается. Еще у кого-то есть какие-то, ну, другие запросы, да. Все реально, все может, скажем так, да, измениться, улучшиться. И все, вы можете получить с легкостью. Как насчет легкости в жизни? Много легкости? Очень много тяжести, на самом деле, есть, да, и не застревает. Как насчет заимношения с детьми? О, хороший вопрос. Что ребенку требуется? И вот этот тотальный контроль к детям, да, когда вот, ну, сейчас уже другое воспитание. То есть, хочу вас познакомить с автором. Ну, наверное, вопрос-то интересно, откуда эта техника пришла, да, то есть, как она появилась. Существует она уже 30 лет, да, то есть, больше 30 лет в Казахстане, где-то около 7 лет, как она появилась, да, примерно. Да, и вот автор, это Глеб Акласс, он основатель этого движения, скажем так, международного. Оно есть в каждой стране. И его соавтор, это Дэйв Хир, Дэйв является доктором, он работает с телами, он является хиропрактикой. Когда с вами с точки А в точку Б перемещаемся, и мы не помним, да, бывает такое, едем за рулем, а как доехали, а где вообще вот, вот в этот момент у нас не было в жизни. У родителей происходит, как, что у них в финансовой части, что у них в отношениях и так далее. И мы начинаем вот из этого жить. Очень много из родительских программ мы живем. Вот, очень много, то есть там именно в детстве каких-то вещей, да, то есть создано было. Что дает эта техника? Вы больше начинаете присутствовать в жизни. Вы больше осознаете, что с вами происходит. Смысл не в том, чтобы убрать валяющую, да, а смысл в том, чтобы быть осознанным о том, что вы создаете, да, и это начинает исцелять ваше тело. Тело само может исцеляться, восстанавливаться, да, но просто наша осознанность, именно она способствует этому. Вы не забывайте, что аксесс, да, это вербальные и невербальные инструменты, да, поэтому когда вы на обучении будете проходить, у вас будет и теоретическая часть, и практическая часть. Итак, те, кто делают, вам нужно сейчас найти бугорки за ушами. Два-три пальчика на бугорки, и потом съезжаете за бугорки в мягкое такое пространство, в ложбинку. Да, это косточка, и за косточкой просто мягкое место в такое, да, два-три пальчика. Сейчас под пальчиками почувствуйте тепло, как горячо, может быть, может быть, почувствуйте какие-то вибрации, да, может быть, что-то еще, какие-то ощущения, у всех могут быть ощущения разные. То есть мы проводим энергию, и она вот через ручки течет. Самое главное, не давите, не пытайтесь делать массаж. Да, легкое прикосновение. Не давите, легкое прикосновение. Тяжет немножко в руках, это говорит о том, что энергия течет. Потому что очень много программ мы с вами энергетически ощущаем, вот, и как энергия, это когда в пространстве, да, что-то происходит, как мы думаем, что это наше, да, вот, когда мы начинаем практиковать, мы больше находимся в присутствии и понимаем, что это не наше, да, что мы это все, мы не можем это отключить, это наша способность, это наш дар, тяжесть, то есть это не наше, это не наше истинное состояние, мы можем легко это убирать. И деньги, да, и отношения, и здоровье, ну и все, 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 что вы желаете, все, может легко само приходить к вам. Легко можем это менять, что-то легко можем убирать, усвобождать, как сейчас. А легко отдадим, отправим, уберем и расстанемся с этим. Готовы? Сколько вещей мы на самом деле не позволяем себе, да, закрываем эти, хотя возможности есть, нам нужно просто позволить этому прийти, да, просто вот. Давайте еще раз, это ваше или не ваше, все, на чем это держится. Готовы брать? Не знаю, не знаю, как это. Смотрите, на самом деле, если вы не готовы какие-то вещи отпустить, да, они относятся к другому. Все здесь ваш выбор решает, да, и это сейчас способствует тому, чтобы вы получали, да, вот, поэтому, если вы не готовы, да, что-то отпускать, оно, конечно же, не уйдет. У всех могут разные ощущения, и это нормально, то есть нет неправильного. Как это, что еще возможно? Вот, да, потому что, что еще возможно? Вселенная всегда будет идти вам навстречу. Ваша задача попросить это, но не определять, как. Он идет в Кейсово Центр оформлять кредит себе на этот айфон, ему отказывают в кредите, он обстроился и говорит, вот, он говорит, блин, а как может быть еще лучше, вечером ему подарили этот айфон. Вот мы и узнали, что такое Аксесс Барс, по крайней мере, немножко прикоснулись к этой теме. Возможно, то, что мы пытаемся понять головой, не всегда является нашим истинным желанием. А с вами была Альфия Баталова и медиарепортаж для Казахстанской медиаакадемии. Казахстанская медиаакадемия представляет Медиарепортаж